всех приветствую друзья это бмв f10 2010 года выпуска стоимость стоит 895 тысяч рублей данный автомобиль вы сможете приобрести в автосалоне 16 регион вся подробная информация в ссылке в описании к видео закрыть соответственно открыть электропривод для крышки багажника включения света габаритных огней и сюда у нас инсталлирован спрятан вот такой механический ключ на случай что-то произошло нештатно нажимаем на тормоз и на кнопку старт-стоп-энжен в этом кузове автомобиль невероятно красивый самый любимый можно так сказать руль родной не перетягивали он нежный достаточно стирается пробегу 100 150 по разному каждого владельца и перетягивает но когда вы перетянули к сожалению руль уже будет не таким по обхвату и ощущения меняются 167 тысяч пробег вот но что и стирается медленнее всего это сиденье даже при пробеге 200 тысяч они могут быть в идеальном состоянии педали так сильно эти места особенно на светлой коже быстро затираются по движку здесь 2 и 5 рядная шестерка самый так скажем беспроблемный который катает 250 300 потом уже на ремонт или даже контрактник устанавливаете вот 2 и 5 204 кобыла 6 котлов кто-то ставит даже газ на канале есть автомобиль на газу соответственно в электроник подъем и высота клапанов и ванасы нужно постоянно смотреть но в остальном скажем а егр вентиляция картерных газов может парить мозги черный дым это плохо синий нормально здесь белый скорее всего просто конденсат если тяга не пропала никаких сообщений не высвечивается все нормально катаемся дальше не обращаем многие там начинают канитель в общем устраивать себе ну типа у меня идет пар там какой-то дым что-то еще придумывают и на диагностику катаются хотя все нормально здесь электронный щуп если вы хотите замерить нужно на прогретом движке это делать вот информация в автомобиле заходим в состояние автомобиля посредством my drive очередное то уровень масла можно электронным методом замерить вот и соответственно здесь у нас автоматическая диагностика окей нет неисправности очень удобно i drive использовать 8 диапазонный автомат есть и механика соответственно есть задний полный привод гибриды дизель тоже в 3 литров очень хорошие долго ходит в целом этот автомобиль какой-то непонятную атмосферность имеет он настолько красивые утонченные внутри и снаружи что ты когда сел него ты понимаешь что ты становишься как-то лучше что ли более воспитанным более на ступеньку лучше чем был вчера это круто действительно если автомобиль дает такие эмоции он того стоит низ рынка где-то 600 даже подушатанный чуть-чуть за 550 за 500 можно на соответственно 700 800 900 в хорошем состоянии там лям лям 100 вот 550 можно посмотреть кто м-ку не хочет но и м-ки уже вообще за облачной стоимость там будет разноширокие ставят колеса спереди одни сзади другие потом когда переобувать будете все это дорого лучше кататься я думаю на штатах на 18 конечно чисто эстетически 19 красивее будут как будто не было вчера тоже вечером покатался ночью на одной из в десятых еще и этот прав любовь навсегда наверно в 10 кузове остальное поза как-то меня не так приличает и не особо нравится вот это то это просто что-то невероятно как плавно она набирает а все как деликатно все строит невероятно просто настолько упакованный здесь сидишь и да здесь сборка автотор все-таки она отличается от той барыш моторю на руки вот сборки в мюнхене знаете чем внутри исключительно вот подгонка детали может где-то косо что-то быть и так далее а техника принципе все то же самое при том зоо автотор говорит судебных дебатах что мы вообще автомобили мол не делаем у нас там хитрая юридическая тема хитрый юродел который всех вас отфутболит как-то я читал а в целом автомобиль очень достойный прям сильно отребежит зеркало и это тоже все почему только полотно или само зеркало тоже непонятно либо его до конца нужно влепить туда либо что-то еще внутри бежит но это ерунда поверьте мне управляемость просто нереально для 5-метровой практически машины управляемость невероятная здесь просто а 6 это даже не снилось собственно говоря ешки но я же конечно будет поделикатнее еще комфортнее но мне этот автомобиль нравится с точки зрения чисто эстетических качеств с точки зрения динамика безопасность и комфорт как здесь организовано это нереально просто как тасует передачи этот автомат невероятно просто невероятно на как она едет просто на ней там плывет кстати лобач стоит китайский хук по птс вроде бы как написано на авито что три владельца на пятки нужно проверять самому вроде бы нет пневмы она едет по ощущениям как рэн что есть как пневма это как так они добились такого состояния эксклюзивности прям по подвеске вообще непонятно здесь все алюминиевые рычаги двухрычажные семьи не изменяет память спереди схема сзади многорычажка алюминиевый подрамник вот соответственно если что-то меняете стойки стабилизатора там втулки что-то еще может там рычаг шару но она достаточно крепкая подвеска очень крепко у нас по городу катается многое в десятых 523 520 на турбинке сто семь четыре кобыла дизель тоже гоняет очень много нас 528 нового на x-drive 1 вроде бы даже 550 в общем люди катаются особо прям сильных проблем они не знают с этой тачкой я так это вижу что я сам видел 184 лошадки на турбине до twin power turbo пробег был 500000 и ничего не вскрывали вот прям ничего абсолютно мотор с подтеками понятное дело где-то с и так далее где-то сальник уплотнитель что-то еще но в целом но в целом он ехал идеально она просто была ушлепана в слюне тем не менее она еще держалась таким бодрячком и вот это стоит очень дорогого просто планово этого человек делал и катался конечно выкатал он ее по полной программе день начинается лучше когда ты сидишь бмв это факт там все вокруг тебя становится лучше еще сидушек как настраиваешь под себя ты полулежа вот так настроил такой уютный мирок и катишь на этой бмв даже торопиться нет смысла никуда потому что уже везде все успел всем все доказал если аккуратно передвигаться это автомобиль верой и правдой долгие годы вам прослушать если умеренно вжаривать вы будете обслуживать масло доливать и что-то еще если прям вообще супер пушка гонка будете менять на контрактные движки там трансмиссию выйти менять и так далее ваш гонку он любит на умеренно опять-таки сумасшедшие какие-то передряги ему не страшно но все-таки это не такой крепкий автомобиль допустим как м5 он который просто постоянно провоцирует это гражданская тема гражданский вариант как хорошо хорошо едет на расслабляет тебя это такое все упаюкиваешь то что на базе семерки она сделана поэтому так хорошо отлично и диодное наполнение соответственно поворотников тоже очень красивая подсветка в дверных ручках около дверного пространства в ногах сзади тоже в общем ночью этот автомобиль очень гармоничный все везде с контурной подсветкой здесь имбит лазин стоит уже красного цвета не раздражает кстати вот что что не раздражает красная подсветка в этом автомобиле это прям жирный лайк вообще и lancer cd в праворульном было красная подсветка я думаю это вообще просто был как диабло кататься а нет однако все нормально было все устраиваю что температура у нас по масла не это не поднимается странная уже приличным проехал запас хода 85 километров в среднем где-то по городу с таким движком по-разному знаете вот допустим на той бомбешке он показывал там 9 и 8 здесь 13 2 это манера езды где вы заправляетесь вот как вы катаетесь вот резерв топлива загорелся на 85 километрах это тоже все зависит там реально сэкономить можно около двух-трех литров если режим на к про тем более есть он тоже экономит рекуперация энергии идет когда я накатом и когда я на тормоз нажимаю заряжается соответственно батарейка которая в багажнике находится там она еще защитным элементом с пиропатроном вот внезапного допустим что то есть не штатное происходит получается плюсовая клемма отстреливает как все безопасно и продумано здесь в качестве опции тоже предлагала система ночного видения распознавания пешеходов в общем бы очень сильно заморачивается на кузовщина дорогая капот крылья соответственно двери из крылатого с металла алюминий невозможно найти в десятую страшно ушлепанную с гнильцой понимаете здесь такая идет оцинковка нереальная поэтому цинк спасает автомобиль и краска не покидает само железо потому что автомобиль хорошо сделан все элементы если которые не прикрыты они вдумчиво все равно инженерами прикрываются пластиком это классно автомобиль тяжелый до изначально тяжелый поэтому и комфортно и хорошо за шумоизолирован даже автотор сборка все нормально я каких-то сверчков сильных страшно здесь не увидел где-то что-то нужно отбалансировать где-то что-то поменять понятное дело не новая тачка и 10 лет сколько владельцев было в этом нет ничего плохое не вижу какой-то такой но ситуация которая будет вас подвергать в шок с этим автомобилем поэтому я советую так покупки эти тачки я советую точно сейчас вот то самое время настало когда многие могут себе позволить по цене блин гранты и x-ray и весты взять себе и так это шестое поколение понимаете все самое лучшее инновационное бмв внедрил в этот автомобиль это чуть ли не флагман он даже в некоторой степени превосходил семерку на тот момент по опциям и это был действительно прям очень крутое событие прошло то время когда фанаты вот действительно фанаты бмв были как она ехала как она там ручала насколько ты был пропитан динамикой автомобиля сейчас то время прошло сейчас алюминиевые движки турбинки и так далее но все равно бмв любят кто бы что не говорил у кого было допустим 36 там 34 90 и 30 если кто-то было вот они верят бмв мы иногда не разочаровывают этот концерн сильно разочаровывает допустим когда они с двойкой внедрили передний привод я вообще в шоке был как так это изначально заднеприводный или полноприводный x-drive автомобиля да а тут передний привод все испортили просто все пошло по бороде как так-то тоже нехорошо как по мне нужно учитывать что у тебя армия фанатов и при том они явно не глупые люди очень умные в большинстве случаев это технари которые за всем следят все отслеживают и так абы как им что-то кидать вот сырой какой-то продукт тоже не стоит потому что в дальнейшем это чревато определенными последствиями не в пользу бмв поэтому все-таки нужно как-то размеренно подходить к обновлениям линейки так далее вот прям я могу часами по городу кататься кататься и наслаждение получаешь невероятное ладно бы еще наслаждение него тут же еще наслаждение прямо даже не могу описать она какая посмотрим как работает все чисто аккуратно service position ставите чтобы поменять дворники иначе вы просто так не поменяете жалко что нет электропривода для складывания зеркал вот она настолько пропитана комфортом надежностью и а какой накат то когда вот коробочка размыкает все нам накат вообще идеального этого авто мне нравится вот шелест шин считаю что все стекло на закрыты шелест шин и ты просто паришь над дорогой просто паришь вау ох как мы проходим все неровности-то балдежный автомобиль во всех отношениях просто невероятно ты как в коконе запечатан упакован твой любимый костюм на заказ пошитый спустя 10 лет она еще не устареет я в этом уверен это прям грамотная инвестиция понятное дело что падение у нее где-то шесть восемь процентов за год от стоимости сильная конечно допустим если camry брать lexus es там finic ту же самую g35 g37 333 кобылы да либо acura какой-нибудь да он проигрывает этот автомобиль немцы вообще японцам по стоимости к сожалению проигрывают но сколько ты удовольствия получишь от этой тачки вот это уже другое совсем дело низкая да она очень низкая если плохие дороги у вас в городе лучше не берите это в том что постоянно все будете шоркать там пластиковые вообще под дом если что кому интересного именно по карабасу и соответственно выйти как снегоуборочная машина что-то около 140 миллиметров может адаптация для российского климата чуть-чуть подняли но все жалуются на очень низкий клиренс прям но невероятно поэтому подумайте дважды трижды сможете ли вы где-нибудь в дворе своем припарковаться есть там не чистит а почистить наверное только к вечеру снег и соответственно плохие дороги не особо жалуют этот автомобиль иначе будете вкладываться соответственно по подвеске по технике придется каждые там полгода или год делать хорошую ревизию на котлету зеленых так что подумайте об этом вот так все здесь указано бортовой компьютер так 13 7 расход но как-то многовато вот на той было 98 тут уже ползет расход прям вообще неприличных цифр хотя это паспортные данные вот так все красиво нарядное регулирование яркости подсветки приборов соответственно свет туманки давайте подрубаем дальний свет фар здесь у нас управление для соответственно круиз-контроля и управление для аудиосистемы прибавить убавить звук для телефона голосовые команды управления для стеклоочистителей режима авто авто старт стопа здесь нет только кнопка запуска двигателя соответственно здесь у нас вещевой бокс притом и набит бархатом он довольно вместительный вот сюда можно кредит положить или что-то еще ключа 2 видимо здесь вот механический все сделано очень добротно сюда можно свои котлеты зеленых евро складывать или юаней или франков как хотите блокировка стекла все настолько элегантно и продумано каждый элемент в этом автомобиле кричит индивидуальностью качеством и продуманностью боковые подушек безопасности здесь на стойках соответственно подсветка микрофон для hands-free салонное зеркало заднего вида с автозатемнением вот такая здесь подсветка по сравнению с е60 конечно здесь меньше проблем по электронике она прям красотка в этом плане следующее поколение еще лучше седьмое поколение пятерки что давайте немножко рассмотрим iDrive вот это ионизатор воздуха оригинальный бумажник центральный замок тоже может иногда что-то с ним происходить тем не менее все работает хорошо сиди мультимедиа здесь я думаю все понятно вот с тем это у нас подменил радио здесь и станции поиск телефон вот посредством bluetooth связи можете соединить телефон контакты службы bb вот hotline там информация об автомобиле краткое руководство вот выбиваете смотрите изучаете просвещаетесь фотопоиск можно сделать смотрите какая графика так что за глюк поймал смотрите глюк поймал не выводит ну что ж ты iDrive ну не разочаровывай вот все глюк поймал смотрите и ничего главное не туда не сюда заглушить открыть еще раз запустить ну вот пожалуйста поймал глюк тут уж я ничего не могу сделать не вырезать ничего потому что одним кадром я снимаю ну пожалуйста поймали глюк на бмв такой тоже бывает в зону автоматический климат-контроль регулировка для потока воздуха регулировка соответственно может быть клемму сбросить все это инициализируется вот точно не могу сказать подогрев сидений три ступеньки высокая средняя низкое отключение конди тоже работает рециркуляция автоматическая рециркуляция соответственно здесь еще есть остаточное тепло можно реализовывать и есть встроенный фильтр это здорово такой ключ так все выезжает аккуратно отключение traction контроля датчики парковки электромеханический стояночный тормоз чтобы активировать нужно на себя подтянуть с функцией автохолд чтобы его деактивировать нужно нажать на тормоз и затем плавно нажать все так происходит конечно карабасу вообще претензий нет невероятно живучие могучий спортивный режим начинают переключения но и соответственно а смотрите сейчас спортивный режим смотрите вот так он может сдвигаться кстати еще такая фишка можно закрыть на ключ здесь на сход аукс розетка бархатом подготовка под телефон и вот такая небольшая пепельница вот и все что предлагает этот автомобиль в интерьеру все собрано гармонично и соответственно вот здесь у нас к сожалению нет люка здесь было люби сон было бы здорово включаем аварийку давайте и дальше должен рассматривать столь прекрасный автомобиль открываем вот так электропривод для крышки багажника таким образом он реализован здесь частично механические регулировки здесь по высоте вот эта часть входит продольном направлении вот эта часть по высоте регулируется и спинка встроенная подушка безопасности как видите кожа в хорошем состоянии можно ставить даже 19 275 на 35 вот еще разно широкие сборка автотор вину он здесь очень помогает от армии очень сможет требуется коврики оригинальные напольная педаль акселератора как видите капот подогрев руля имеется очень актуальная вещь особенно зимой опыт руля очень быстро нагревается существенный плюс холодное время здесь пищевой боксом тоже битбар тихом динамики аудиосистемы всего затянуто каждую кожу доводчик дверей вот здесь кстати подсветка еще диодную каждой ручки основе еще тоже chrome оригинальные стоят диски в данном случае 17 225 на 55 профиле хорошо плотает все неровности немножко лак и краска может облупиться бордюрка присутствует но не без этого понимаете практически один свет бексинон стадионные дневные ходовые огни диоды в поворотниках немножко под расшатываться могут эти элементы омыватель фар соответственно давайте посмотрим нарядную шестерку 24 клапана n 52 в 25 если мне не изменяет такое обозначение black свет название certo ну вот это отлично c пир ю конечно со временем стопы В основном, как я уже говорил, в номер, в основном проблемные проспорты стоят такие. Может, форсунки будут немножко там где-то докучать вам катушки, свечи поменяете. В принципе, все. Особо больших вложений не будет, потому что рядная шестерка все-таки при должном уходе катает. Если будете заливать нормальное масло, здесь вот 6 литров. 6 литров входит. Все нормально будет. Алюминиевый блок, головка. И они с продольным расположением. Сбалансированные силовые, ребята. Очень сбалансированные. Сколов нет абсолютно. Капот очень легкий, алюминий. Здесь у нас проушник на фиксировке находится. Также огромные накладки. В таком положении я люблю кататься, как видите, максимально откинутым, чтобы спина отдыхала. Такие же электрорегулировки. Единственное, что нет регулировки механической по высоте. В остальном все то же самое. Бардачок вот такой. Обит бархатом с подсветкой. Довольно вместительной. Соответственно, здесь вещевая сетка. Все аккуратно. Каждый элемент на своем месте. Не превзойдя на автомобиле во всех отношениях. Чертель за баком. 95 и 98. Можно заправлять. Иногда побаловать. 98. Пепельница. Здесь у нас имеется подсветка дверей. И вот здесь тоже подсветка контурная стоит. Также вот здесь должна быть она такая мягкая. И где ручки тоже. Такие нюансы и моменты очень радуют. Здесь стежки тоже похожи. Идеальные, просто идеальные. Вопросов никаких нет. Откидной центральный подлокотник. Здесь у нас вещевой бокс. Подстаканники. Тоже аккуратный. Плечок для длинномеров имеется. Допустим, вот уже сноуборд засунуть без проблем. Розетка, воздуховоды. Такой невероятный интерьер BMW F10. Регулируемые, активные, как видите, вот в таком положении. Подголовники у нас. Также подсветка, точечное освещение. Особенно ночью классно смотрится. Не напрягает глаза. Но в то же время функционально держит на густо. Сознательные фонари невероятные. Просто неприятно. Смотрите, у нас какая-то красивая. Да, вот здесь АКБ. Я вам говорил. Первый патрон, соответственно, стоит на плюсе. Вот он отстреливает при любой внештатной ситуации. То есть достаточно грамотно все реализовано. Матерант Флэк стоит, скорее всего, да. Я уже повторял. Здесь руководство по эксплуатации. Все имеется. Карты и привилегии, видимо. Вот баллонник. Еще дополнительно что-то, чтобы сложить спинки. 60-40 должна складываться для крепления сетки. Здесь, соответственно, знак аварийной остановки. Ну и должна быть аптечка под свет. Один раз нажимаете на эту кнопку, чтобы закрыть. Отдельные сегменты, соответственно, что-то происходит. Вот это поможет поменять вот эту часть и вот эту часть. На разборе где-то стоят они контракт около 7-8 тысяч. За новые просит около 15. В сборе где-то около 20. Третья фара 25-30. Может быть и дороже. Раздвоенный выход. Сейчас я вам продемонстрирую заднюю подвеску. На самом деле все вкусно. Не очень яркий. Даже днем просто невозможно не заметить. Ничем абсолютно не пахнет. Навряд я думаю, что она поджирает масло. Хотя всякая может быть с шины. Утроин стоит. Еще один очень интересный момент. Немногие об этом знают. Сейчас вам покажу, как это происходит. Отключаемся. Закрываем автомобиль. Если будет люк, он тоже будет сдвигаться. Таким образом закрываем автомобиль, чтобы все проветрить быстренько. Нажимаем на открытие и удерживаем. Так все опускается. Но, соответственно, если будет люк, все тоже самое будет. Чтобы обратно все закрыть, удерживаем на закрытии. В принципе, все вот так происходит. Если необходимо, включить движение фар. Так удерживаем. И все включается. Ну и, соответственно, задние фонари. По такой же схеме. На этом обзор тест-драйв BMW F10 завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи. Берегите себя. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Будет еще очень много интересных и познавательных. Субтитры сделал DimaTorzok